Уважаемые друзья, что делать в ситуации, если вам на крышу вашего автомобиля упал снег? Первое, что нужно сделать, это зафиксировать то, что произошло. А как можно зафиксировать? Ну, во-первых, можно посмотреть, кто еще это видел. Подойти к этим людям, сохранить их номера телефонов, фамилии. Это вам понадобится. Дальше, что вам еще может понадобиться, это фото и видеосъемка. Если мы говорим про видеосъемку, обойдите автомобиль, снимите в целом, как что происходило на уровне земли. А потом поднимите телефон или то, чем вы снимаете, и запечатлите то, в каком состоянии находится фасад, крыша, откуда мог упасть снег. Дальше, соответственно, что касается фотографий. Фотографию вы тоже делаете с разных сторон. Желательно с каждой стороны автомобиля. Ну, если с одной из сторон, с которой стена дома, сделать фотографии нельзя, с нее не делайте. Со всех остальных нужно сделать обзорные фотографии, на которых видно в целом расположение автомобиля в дворе, расположение других автомобилей и так далее. А также фотографии повреждений непосредственно со снегом, со льдом, то, что вы видите на своем автомобиле. Эти фотографии нужно сделать в три этапа. Вот первый – это обзорная фотография, где все видно. Второй этап – это приближение. В несколько раз, то есть вы подошли и в нескольких метрах от автомобиля делаете такой кадр. И третий снимок делается уже непосредственно вблизи. Делается он под углом, в лучах косо-падающего света. То есть вы включаете фотоспышку и фотографируете, отмечаете, собственно, что там за повреждение, чтобы его детально можно было выбрать. После этого в обязательном порядке вам нужно обратиться в полицию. Вы звоните по номеру 112 или по номеру дежурной части соответствующего отдела полиции и сообщаете о том, что у вас произошло. Дальше вы действуете, соответственно, по тем рекомендациям, по тем командам, которые вам дает дежурный или соответствующий сотрудник полиции. Возможно, он выедет на место и зафиксирует все это непосредственно там. Возможно, он предложит вам проехать к нему. Именно для этого вы уже все зафиксировали на телефон, сделали фото и видеосъемку. После этого, соответственно, с вас возьмут объяснение. В идеале вам быть достаточно настойчивым, чтобы сотрудник полиции помимо вас опросил еще иных лиц, вот тех, которых вы уже зафиксировали, которые знают, что делать, соответственно, и которые знают, что произошло, что откуда упало. Вот, возможно, сотрудник полиции может узнать камеры, владельцев этих камер, может быть, на них будет виден момент падения, это тоже может помочь. После этого, соответственно, вам остается какое-то время ждать. Чего мы ждем? Мы ждем постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В этом постановлении уполномоченное лицо полиции опишет те обстоятельства, которые он установил с ваших слов, со слов свидетелей, в результате визуального осмотра, изучения документов и так далее. Вот этот документ должен быть достаточно подробным. То есть должно быть написано, что произошло, откуда, куда и что упало, что повреждено и так далее. На этом этапе, на этапе подготовки такого постановления, сотрудник полиции может попросить у вас оценить причиненный вам ущерб. Это важно для уголовно-правовой квалификации. Как правило, для этого сотруднику полиции нужна справка от экспертной организации. И в этой ситуации вы можете обратиться к нам, зайти на сайт mormansk.expert, посмотреть там телефон, позвонить, и мы вам эту справку подготовим, поможем, сделаем. Дальше, соответственно, получив постановление, изучив его и поняв, что в нем чего-то не хватает, вам нужно либо самостоятельно написать жалобу на это постановление об отказе возбуждения уголовного дела, указав, что проверка проведена неполно, что вот определенные обстоятельства в нем не отражены, либо обратиться к юристам, опять же, вы можете обратиться к нам, и мы вам в этом плане поможем, составим такую жалобу и сопроводим ее рассмотрение. После того, как либо изначально постановление было подготовлено правильно, либо в результате рассмотрения жалобы такое постановление стало надлежащим, то есть стало содержать всю необходимую информацию, вам нужно определить надлежащего ответчика. Для этого нужно понять, откуда упал снег. Если снег упал с крыши, то мы с вами ищем управляющую организацию этого дома. Если вы жилец этого дома, вы, наверное, знаете, кто ваша управляющая организация. Если не знаете, самый простой способ посмотреть в квитанции за содержание и ремонт вашей квартиры. Соответственно, если вы не жилец этого дома, вы можете зайти на сайт комитета по жилищной политике города Мурманск, если мы про Мурманск говорим, или аналогичные структуры в другом муниципальном образовании, и там скачать реестр управляющих организаций в разрезе управляемых ими домов. В Мурманске эта информация доступная, она достаточно быстро актуализируется, поэтому здесь проблемы нет. Вы скачиваете этот реестр, он в Excel-файле, и смотрите, кто на определенную дату, какая организация является управляющей организацией, управляющей компанией в отношении вашего дома. Вот это и будет надлежащий ответчик. План действий дальше. Вам необходимо оценить ущерб, причиненный вам. Для этого проводится автотехническая экспертиза. Есть определенные процессуальные требования, что нужно сделать. В первую очередь нужно уведомить заинтересованных лиц, а это лицо, к которому будут предъявляться требования, то есть та управляющая компания, которую вы нашли уже на предыдущем этапе. Если вы обратились в юридическую компанию, к нам в юридическую компанию Шаги или в экспертную организацию, Северо-Западную лабораторию судебных экспертиз, то за вас эту работу сделают специалисты, юристы и эксперты. Если вы этого не сделали, то вы самостоятельно надлежащим образом уведомляете компанию. Что значит надлежащим образом? Это значит таким образом, который позволяет отследить это уведомление. Сделать это нужно за 3 рабочих дня, если организация находится в том же городе, что и вы, или за 5 рабочих дней, если она находится в другом городе. После этого эксперт выходит, соответственно, осматривает ваш автомобиль и фиксирует те повреждения, которые есть. Составляется акт осмотра. На основании этого акта осмотра и фотоматериала, который сделал эксперт, готовится заключение. В этом заключении будет размер, соответственно, причиненного вам ущерба. Этот размер будет состоять из двух показателей. Это, во-первых, показатель стоимости ремонта. Во-вторых, показатель стоимости ремонта за вычетом износа. Долгое время много копий было сломано о том, как нужно взыскивать, вычитать износ или не вычитать. На данный момент практика складывается таким образом, что при причинении ущерба в такой ситуации с виновного лица взыскивается полный ущерб без вычета износа заменяемых деталей. Поэтому вы смотрите эту цифру и на основании этой цифры вы готовите претензию в ту организацию, которая ответственна за причинение вам ущерба. Если ваши требования удовлетворяются, я вас поздравляю, вы закончили эпопею получения компенсации причиненного вам ущерба. Если требования не удовлетворены, вам нужно обращаться в суд. Про суд расскажем отдельно.